Приветствую вас на канале Дмитрий Д. Тьюторс. С вами Дмитрий. Сегодня я расскажу о том, как оптимизировать работу вьюпорта при работе с Octane Render. В качестве примера я открыл сцену мультяшного интерьера. В окне вьюпорта я выделил область для предварительного просчета. Вот она. Также обратите внимание, она достаточно большая. Сейчас я запускаю превью Octane. Спустя несколько секунд мы видим постепенное улучшение изображения. С каждой секундой оно становится все лучше и лучше. Сейчас я попробую изменить положение камеры. В данном случае просто вращать ее. Видно, что это происходит очень и очень медленно. Основная причина – это очень большая область для предварительного рендеринга. Вот сейчас я останавливаю камеру и давайте посмотрим, как будет идти просчет. В общем, достаточно медленно. Итак, для того, чтобы ускорить работу рендеринга камеры, сделаем следующее. Открываем вкладку Octane, находим раздел Upsampler. Обратите внимание, что галочка у меня не включена. Теперь, чтобы ускорить рендеринг, вот здесь, в раскрывающемся списке, выберем 2 на 2. Снова запускаем Octane. Первое, что сразу видно, это потеря разрешения. То есть изображения пикселя стали крупнее. Как видно, производительность немного выросла. Да, мы потеряли в качестве превью, но это немного ускорило просчет изображения. Теперь, давайте попробуем изменить режим на 4 и посмотрим, что из этого выйдет. Снова запускаем рендер. Картинка стала еще более пиксельной. Но если я сейчас буду вращать камеру, скорость по сравнению с предыдущими значениями будет намного выше. Посмотрите, как быстро происходит вращение и перемещение превью камеры. Хочу обратить ваше внимание, если отключить Octane Camera Imager для превью камеры, то эта функция работать не будет. Сейчас видно, что изображение снова очень и очень медленно рендерится. Снова включаем Octane Camera Imager и запускаем рендер. Отлично, все работает. Теперь я переключусь в активную рендер камеру под номером 01. Обратите внимание, в настройках также есть возможность понижения разрешения. Давайте запустим рендер и посмотрим, как быстро будет обновляться изображение. Пробуем настройку 2х2. Также я переключаюсь на 4х4. Сейчас особенно хорошо видно, что изображение сильно потеряло в качестве. Итак, какие выводы можно сделать? Если у вас очень тяжелая сцена, в ней очень много объектов, используются сложные материалы и так далее, здесь можно использовать как раз эту настройку, например, выставить 2х2 или 4х4. На этом все. Если вам понравилось видео, прошу поддержать канал подпиской и лайком. Все вопросы по данному уроку вы можете писать ниже, в комментариях или телеграм-канале. Успехов вам! Пока!